Ну и в целом эту тему и тему Орбана, его политики, более подробно обсудим с Александром Левченко. Это дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины в Боснии и Герцеговине с 2010 по 2017 год. Александр Михайлович, здравствуйте, рад приветствовать. Здравствуйте, приветствую вас. Посмотрели такой большой, развернутый сюжет, материал нашего специального корреспондента Инвещения Фридом в Европе, Виталия Сизова. И он акцентировал внимание таких, знаете, грубо говоря, радикальные высказывания и решения Орбана. Читаю вот одно из последних. Первое, когда пошла речь о том, что будут переговоры касательно вступления Украины в Европейский Союз в декабре, после позитивного отчета Урсулы фон дер Ляйен, пошла речь за то, что у Венгрии есть претензия по закону о нацменьшинах. После чего Зеленский отреагировал и сказал, нашли консенсус и готовы предоставить его на голосование в Верховную Раду. Но тут Орбан снова начинает ставить, грубо говоря, палки в колеса. И Венгрия потребовала пересмотра политики относительно вступления Украины в Европейский Союз. Александр, а что в целом происходит? Это реально какие-то практические претензии у Орбана к Украине? Либо это просто очередной рычаг, которым пользуется Путин? Наверное, первое и второе. Мы видим, что фактически Орбан стал пресс-секретарем Кремля в Европейском Союзе и в НАТО. Это, конечно же, печально. Это все заметили давно. Но это происходит. И что самое печальное, в следующем, во втором полугодии 2024 года Венгрия должна взять на себя председательство в Евросоюзе. И при таком евроскоптицизме, при сравнении Брюсселя с Москвой, Евросоюзом с Советским Союзом и оккупацией в Венгрии, события 1956 года, я вам как историю скажу. Это просто неприпустимо. О чем он говорит? И Боррель даже сказал, что надо иметь совесть. К чему это? То, что Советы убивали мирных граждан, навязывали диктатуру Венгрии. И то, какие демократические дискуссии сейчас ведутся в Евросоюзе. Поэтому мы видим, что Москва имеет серьезное влияние на политику Виктора Орбана и его партии. К сожалению, Виктор Орбан отставит интересы Кремля, маскируясь под национальные интересы венгров. В том, что расширение не совсем соответствует интересам венгерского народа. Он, кстати, придумывает референдум по поводу этого провести в Венгрии с одним вопросом. А нужно ли Венгрии поддержать расширение ЕС со страной, которая ведет войну и вступление которой в Евросоюз принесет войну на порог Евросоюза? Ну как вы думаете, при такой формулировке, какой будет ответ у тех, кто возьмет участие в таком совершенно непонятном референдуме или волеизлиянии? И он уже это практикует не первый раз. Это он уже проводил в 2017 году относительно Сороса, которого обвинил в антивенгерских действиях и в том, что хотят заставить плясать Будапешт и Венгрию под дубку Брюсселя. Потом были еще высказывания относительно и референдум относительно санкций касательно России. Там тоже якобы те, кто взял участие в референдуме, 97% заявили против санкций России. Но в референдуме взяли участие всего 18%. Это вот из них 97% якобы такое высказались. И якобы Орбан ретранслирует голос венгерского народа. Ну поэтому мы видим с одной стороны абсолютную поддержку политики Кремля. Кремль вкладывает деньги в Венгрию, венгерских политиков. Я должен сказать, что центральная группа войск стояла в Венгрии до конца 90-го года. В том же Сыке-Шфехерваре, откуда родом Орбан, было командование танка. В том мотострелковой дивизии перед уходом советской армии военная разведка работала со всеми студентами, аспирантами, молодыми учеными, которых видели перспективными политиками, которые выросли и заняли политические позиции. Поэтому Орбану надо немножко задать вопрос собственной контрразведки. А сколько таких завербованных тогда советских, а сейчас это уже российских агентов, действует на территории Венгрии? Каких постов они добились? И видно, этих постов они добились, потому что политика Венгрии, ну, самая пророссийская, которая может быть. Ну, разве что более пророссийская у Беларуси, студия. Еще в один момент. Вот я, в свою очередь, сейчас прям цитирую, вижу цитату главы Министерства иностранных дел Венгрии, Петра Сиарта. Он сказал, что его страна блокирует и будет блокировать далее выделение транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который финансирует военную помощь Украине. И, в целом, ну, уже очень много таких месседжей, которые вы сказали уже, которые вы озвучили. А не станет, не развернется ли это все, такая политика Венгрии, ну, монополиста блокировок негативных новостей для Украины непосредственно, потому что видим, что Европейский Союз, не учитывая Венгрию, практически объединен в своем видении и мнении российско-украинской войны. Скажите, пожалуйста, в данном случае, может ли это все обернуться против Орбана и Венгрии в целом? Вот эти постоянные палки в колеса. Ну, уже то, что с Орбаном все меньше общается, очень часто на саммитах он стоит один, к нему никто не подходит, потому что всех раздражает его политика, кокетирование, заигрывание страной, которая есть кровавым агрессором. Это все видят, знают, кроме Орбана, наверное, все политики Евросоюза побывали в Украине, кроме Венгрии. Лучше, если нужно приехать в Украину, нужно поехать в Бучу, нужно поехать в Арпень, нужно поехать в Востомель, это очень рядом, и дать какую-то оценку событиям, что такое есть российская агрессия. Ну, Орбан не хочет ставить какие-то предусловия для того, чтобы он приехал, себя считает выдающимся человеком, которого нужно просить, чтобы приехал и отдал уважение, дань уважения тем, кто погиб. Он вообще не интересуется тем, насколько, так сказать, Венгрия нанесла ущерб Украине во время Второй мировой войны. И он что-то почему-то это никогда не вспоминает. И самая большая резня, самое большое убийство мирного населения в течение Второй мировой войны произошло в Украине, в городе, в одном из городков Северной Черниговщины. И поэтому там погибло 7 тысяч человек, и это все сделали в основном венгерские солдаты. Например, немецкий президент уже несколько раз туда приезжал, вложил цветы. После того, как были выступления в украинской стране, я сам лично выступал публично о том, что эту резню нельзя забывать. Потому что это самая большая резня в ходе Второй мировой войны на одном месте. Венгерской делегации там не было ни разу. При том, что Украина, например, может, как Польша, сейчас пересматривать вопрос о том, о компенсациях, то, какие Венгрия нанесла Украине в ходе Второй мировой войны, это миллиарды и миллиарды долларов. И это не касательно Советского Союза, а касательно Украины. Украинского народа об этом Украина может заявить, если Орбан забыл об этом. Поэтому очень жаль. В начале 90-х у нас были очень тесные связи с Венгрией. Венгрия искренне поддерживала Украину на пути самостоятельного развития, коммуникации с Европой, с европейскими структурами. Это было, так сказать, два десятилетия. Но вот с приходом в очередной раз Виктора Уорбана на власть это всё прекратилось, потому что здесь уже действуют другие правила. Правила, которые подсказывает Кремль. И интерес Кремля в том, чтобы блокировать работу европейских институций и, конечно же, не дать возможности Украине приблизиться к Евросоюзу, а тем более стать членом этой международной европейской организации. Организация, которая объединяет передовые европейские нации. Студия. Александр Михайлович, вам огромное спасибо за ваши комментарии. Я напомню, Александр Левченко, дипломат, чрезвычайный полномочный посол Украины в Республике Хорватия, Босния и Герцеговине с 2010 по 2018 год. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok